Здарова, друзья! Сейчас мы посмотрим свеженького ванту. Короче говоря, машина времени. Погнали! Короче говоря, машина времени. Это была среда. Сегодня я наводил порядок на балконе, слушал мозжечку и разгребал всякий хлам. Достал и вынес несколько коробок в комнату, чтобы перебрать. Открыл коробку с надписью, не открывая эту коробку. Здесь валялись какие-то шмотки. Рваные колготки. Старенькие фотки. Это я на коне. Это я фотканем. Это я хожу конем. Эх, ностальгия. Я бы вылил остальное барахло на пол. Надо перебрать его. Аккуратненько сложил вещи. Открыл следующую коробку с надписью. Ой, блин, вот он сейчас сидит, все это делает. У него так все это красивенько. Знаешь, коробки, все это красиво расставлено. Одной цветовой гамме. Как сейчас собирается Алина? Миллион пакетов валяется на полу. Что-то происходит. А, пыль, срач, дичь, воняет. Ну, не воняет, просто пылища. Катю коробка. Что же в ней? Коробка. Логично. В третьей коробке лежал чемоданчик. Где-то я его уже видел. Ну да ладно. Я открыл чемоданчик. В нем находилось какое-то устройство с кучей проводков цифербанцами. Ты смотрел! На цифербанте было 4 цифры. 1, 9, 8, 4. И что же это такое? Я почитал инструкцию. 114. Понятно, что инструкция на корейском. Глянул на коробку, откуда достал чемоданчик. Машина времени. А вот оно что. Так это же... Старое барахло, которое давно пора выкинуть. Швырнул чемоданчик к мусору. Он стал дребезжать. Я услышал его даже через наушники. Вынул их. Снова подошел к чемодану. Взял его в руке и открыл. Он сильно трясся. Из него в глаза ударил яркий свет. Все! Засосало. Геннадий Горин. Почему? Ооо! Да ты еще что такое? Где я? Прошлое. Я прошлое бы не хотел. Я бы хотел будущее. Так 3 портнуться. Но прошлое не очень. Я смотрелся. Это была типичная советская квартирка. А в кресле сидел до смерти перепуганный мужичок. Я извинился и спросил, что здесь происходит. Он извинился и спросил меня, что здесь происходит. Что ж, мы в равных условиях. Он сказал, что сейчас вызовет милицию. Я хотел было сказать, что сейчас это называется полиция. Но тут в моей голове что-то щелкнуло. Я что, попал в прошлое? Календарь, висящий на стене, подтвердил мою догадку. Жесть. И вот я уже минут 10 пытался объяснить мужичку, что случилось. Ой, эти куколки стрёмненькие. С помощью чемоданчика. На удивление он поверил мне. Сказал, что его жена ушла за хлебом и вернется с минуты на минуту. И вот уж она вряд ли поверит в эту ерунду. Я все понял и попытался... Это не было. Зачем вешали ковер на стенку? Для красоты и богатства. Очень сложно было достать. И он, типа, шум убирал чуть, изоляцию делал. Да, и теплее помещение. Переместиться обратно. Но на устройстве шел процесс перезаряда, который занимал 20 минут. Блин. Мы с мужичком на панике стали думать, что делать. Он сообщил, что мне нужно срочно переодеться. А то я выгляжу как клоун. Он дал мне одежду. И пока я переодевался, он задал мне разные вопросы. Слушай, мажорные шмотки. В 84-м году джинсы дали. А ты что, мы еще пробуем их достанете, джинсюки? Богатый дед, богатый дед. Однозначно. Светает ли Советский Союз? Я думала, да, вы знаете, такие треники, растянутые на коленках, эту майку-алкашку, вот, или какую-нибудь такую полосатую. То нынче генеральный секретарь ЦК КПСС. Как там дела с покорением космоса? Я не знал, что ему ответить, чтобы не разочаровать. И тут в квартиру вошла жена мужичка. Мы перепугались. Мужичок начал импровизировать. Сказал, что я его дальний племянник, который заехал к ним погостить на 20 минут. Жена была удивлена. Спросила, откуда я приехал. Я ляпнул, что из Санкт-Петербурга. Посмотрел на мужичка. Он был в ступоре. Я тут же осознал свою ошибку. Туэстин Ленинграда. Да, да, да. Женщина предложила нам пообедать. Мы сели за стол. Мне дали немного еды и стали расспрашивать всякую всячину. Я выкручивался, как мог. Мужичок выкручивался, как мог. Жена закручивала вопросы, как могла. Затем мне на руках спросил, что не опаздывали я на поезд. Я ответил, что сейчас буду вызывать такси и достал телефон. Повесил немая пауза. Я сказал, что это такая портативная радиостанция и тут же убрал обратно. Женщина смотрела на меня. Из Санкт-Петербурга, да? Что думает, ты его на опыт ставишь или что? Ну, может быть, да. Ты же не знаешь, как-то. Попросила включить на ней что-нибудь. Я скорее начал искать на телефоне советскую музыку. Включил. Вконтакте. Крупнейшая лик... А там реклама. Я вырубил телефон и сказал, что очень плохо ловит сигнал. Отпросился в туалет. Мужичок тоже отпросился в туалет. Женщину проводил нас максимально недоумевающим взглядом. Включил в подъезд. Я поблагодарил мужичка за помощь. Он сказал, что ему теперь до конца жизни придется импровизировать с женой. И попросил вкратце рассказать что-нибудь о будущем. В 85-м году начнется перестройка. В 86-м произойдет авария на Чернобыльской АЭС. В 91-м распадется Советский Союз. В 2008-м мировой экономический... Если же ты сказал, что будет авария на ЧАЭС, что он ничего не поменял? Так кто ему поверит? Представляешь, ну и что, как он поменяет? Привегает такой и говорит, ребята, будет через 2 года авария, срочно. И скажет, куда я поехал, что ли? Мне чувак из будущего сказал, кто ему поверит. В 2020-м смертельный вирус, который распространится по всему миру. Ну все, счастливо оставаться. Спасибо. Такой. Да. Еще я огорошил, теперь живи с этим. Офигеть. Да это же очень круто. Хорошо, хоть назад возвращай. Я могу не мститься в абсолютно любое время и узнать так много о истории Вселенной. Будущее, будущее. Попробуй позднее средневековье. Но надо бы на всякий случай сразу переодеться в соответствующий костюм. Я взял костюм на прокат и вернулся домой. Перезарядка машины почти завершилась. Я ввел 1347 год. Ну что, чума, голод и войны? Я иду к вам. Чума, голод и войны. Ну, он знает, куда он идет. Что там прошлое постоянно? Ну это как экстрим. Знаешь, люди едут там в Чернобыль на экскурсии. Или там по заброшкам ходят, хотя может кто-нибудь на голову упасть. Это то же самое, знаешь, экстримальное ощущение. Так, я вижу больно ровные стены. Нормальные стены. Так, похоже, я в каком-то замке. Что ж, когда я встречу кого-либо, нужно вести себя непринужденно, будто я уже в курсе всего. Поставил машину времени на пол и заглянул за угол. Здесь стояли несколько человек и что-то горячо обсуждали. Я собрался с мыслями и вышел к ним. Все их внимание переключилось на меня. Я сказал. Здорово, чуваки. Они ответили. Я так полагаю, вы с нами, милор? Присоединяйтесь к нашей беседе. Я подошел ближе. Они обсуждали свой злостный заговор против короля. Вот это я попал. Придворные говорили о том, как будут убивать его, когда он появится в тронном зале. Мне стало не по себе. Почти единогласно решили, что честь убить его достанется мне и вручили к нему. Потому что он новенький. Я вляпался. Я спросил, что будут делать остальные. Они ответили, что постоят на шухере. А убивать короля так прям обязательно? Придворные стали кричать, что устали жить в таких условиях. Каждый день новые войны. Из-за чумы позакрывали все таверны. А еще шутки у короля тупорылые. В тронный зал вошел король. Все встали на колено и склонили головы. А что вы здесь шушукаетесь, как крысы? Вонючие. Это шутки. Ладно, окей, я поняла, почему вы хотят убить. Ну да. За такие шутки важно. А вот о чем они говорили. Мне уже самому захотелось придушить его. Король сел на трон и стал уплетать виноград. Придворные принялись кивать в его сторону, намекая, чтобы я действовал. Но я, как говорится, в средневековье, зассал. Тут один из придворных не выдержал, выхватил у меня кинжал и бросился на короля. Но тут же споткнулся и вырнил оружие прямо у его ног. Вот это фэл. Он сказал, ну вы глупые, как крысы, зловонные. Он тут же вызвал стражников, которые повалили нас мордой в пол. В эту же минуту всех причастных приговорили к смертной казни через повешение. У меня потемнело в глазах. Я должен добраться до машины времени. Да. А то быть повешенным сегодня не входило в мои планы. Я отпросил со страниц. Ну можно. Я дошел на чемоданчик и открыл его. До перезаряда оставалось 3 часа. Это вообще долго. Ладно, перед смертью можно и побить. Можно и побить, да. По перемещениям интервал увеличивается. Да, жестко. Я не мог сбежать, так как на выходе стояла стража. Пришлось вернуться и лечь мордой в пол. И тут мне реально захотелось в туалет. Блин. Я снова обратился к королю. Попросил переговорить наедине. Все вышли из зала. А что тут все так просто и никто не заботится о безопасности короля? Ну ладно, это мне на руку. Пару часов я забалтывал его, рассказывая о том, что я из будущего. Он удивлялся и время от времени выдавал тупорылейшие шутки. Как же он меня бесит. Но моя жизнь дороже. Надо смеяться было. Как ты складно все рассказываешь. Будешь у меня придворным шутом. А еще назову в твою честь большие повествования со сложным сюжетом. А тебя, кстати, как звать? Роман. А, вот, поэтому назвали романы, да. Нормально. Так и буду называть наши писари свои повествования. Романы. Я был пощупен, попросил друзей не убивать их. А поздно. Их казнили уже. Как крыс. Смердячих. Пора сваливать. Я сказал, что королю грозит опасность и добавил, что сюда надвигаются французские войска. Он побежал смотреть в окно. Я побежал к машине времени. До перезарядки 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Быстрее. Ооо. Тос, первый обратно. Давай в будущее. Давай в будущее, е-мое. Капец, я вовремя слинял. Перспектива быть придворным шутом меня радовала еще меньше, чем жестокая казнь. Все, в прошлое больше не ногой. Там полная жесть происходит. Лучше теперь перемещусь в будущее. Там цивилизации и люди намного добрее. Возьму. Надеюсь. Война, да, и там безумные маски, все такие, знаешь, что на машинах эти шипами катаются. Перезанимала целые сутки. Ладно, завтра в новый путь. Я проснулся на следующий день и стал переодеваться в одежду будущего. Надеюсь, буду соответствовать. Выставил на машине времени 2077 год. Дожил на кнопку и снова отправил. Это далекое будущее. Все равно. Посмотрите, что там будет. Подожди, это будет типа киберпанк. Ну да, да, поэтому нормально на стиле. Я появился в каком-то клубе. Все выглядело очень футуристично, экологично. Я подошел к некому незнакомцу, чтобы поинтересоваться происходящим вокруг. Он не реагировал. Я постучал его по плечу. Он дернулся и заговорил со мной. Простите, я был на перезагрузке. Так это что, робот? Как оказалось, так и оказалось. Раньше он был обычным роботом-пылесосом, но теперь его модернизировали до андроида. Странно, почему не до iOS? Робот не оценил. Сзади подошел какой-то человек и сказал, что с этой железякой мне беседовать не о чем. После чего пригласил меня за столик. Мы уселись. Из стола появились бокалы с какой-то жидкостью, а диван стал делать мне массаж ягодиц. Незнакомец глотнул жидкости и спросил, из какого я года. Так он тоже путешественник во времени? Он сказал, что сейчас все люди это путешественники во времени. И он, например, из 1989. Его батя незадолго до этого сошел с ума и рассказывал всем, что встречался с человеком из будущего. Кажется, я догадывался, что этот человек сошел из данных с 2021. Он спросил, зомби-апокалипсис у нас уже прошел? Че? Он расхохотался и сказал, что это всего лишь стандартная шутка. Фух, я попросил его рассказать мне о будущем. Незнакомец развернул интерактивную голограмму и предложил поизучать материалы. О, круто. Около часа я читал обо всех событиях, что произошли в будущем. Голова шла кругом. Незнакомец сообщил, что ему машина времени перезарядилась, и ему пора отправляться обратно. Нажал на кнопку и исчез. Я решил тоже посмотреть, через сколько у меня закончится перезарядка. Открыл чемоданчик. Год. Целый год. Офигеть. Что я буду тут делать? Год увлекся. Потому что сейчас все люди путешественники во времени. Это еще повезло, что он застрял в будущем. Еще повезло, что в будущем, в котором еще не все взорвано застряло. А прикиньте, он реально бы в какую-нибудь радиоактивную пустыню потопешнулся. С мутантскими крысами. Пошел где-нибудь раздавать другой чемоданчик. Подошел к андроиду. Спросил, где мне можно найти машину времени, чтобы скорее вернуться обратно. Андроид задумался и стал пылесосить клуб. Понятненько умнее они не стали. Я должен найти кого-нибудь с машины времени. Вышел на улицу и обомлел. Это был целый город. Настоящий мегаполис будущего. Я огляделся по сторонам. Здесь было много всего интересного. Но восхищаться некогда. Мне нужно скорее решить свою проблему. Я увидел неподалеку отвлеченного парка. А, я видела там, знаешь, что было? Табличка, вывеска, написано 1-2 корпорейшн. На земле стоял точно такой же чемоданчик. Я отлинул к нему. Безморовство. А вдруг это не машина времени? Зарядка завершится через час. Идеально. Прошел ровно час. Ты подожди, а вдруг это другое место? Нет, ну какая разница? Главное, год свой. Нет, видишь, в своей квартире. Да, отлично. Все было прекрасно. Я у себя думал, как будет наша привычная жизнь. Вернулся на кухню хлебнуть водички. Жили-то просто все. Записал на столе конверт. Прошли. Я распечатал его и достал письмо. Начал читать. Твой лучший друг у меня. Нам нужно переговорить. Я жду тебя. В 2007 году. Не знакомиться во времени. Вот это повороты. Серега. Друзья, 300 тысяч лайков. Блин, это будет сериал. Связано с чем-то. Это будет сериал. В 2007 это Эмма. Они постоянно писали про 2007. Помнишь, ролики были про 2007 год, да? Просто так, просто год прикольный. Может, с чем-то связано? Мы что-то не знаем? Либо это только начало чего-то? Мне кажется, начало такого маленького сериала, истории, как она сейчас будет спасать Серегу. О, она крута. Надо следующую серию не пропустить. Интересно. Такой прям задел пошел. Мне прям понравилось. Считают сериальчики. Да, сериальчики это интересно. Знаешь, когда связано. С одной стороны, прикольно, когда не связано. Знаешь, что можешь без отрыва, как говорит, производство посмотреть в любую серию, все поймешь. Но с другой стороны, когда уже знаешь, там какая-то развязка, завязка, все такие движухи идут, тоже очень интересно. Так что, я думаю, следующая серия, когда выйдет, обязательно ее посмотрим. Кстати, надо лайки тоже поставить, чтобы быстрее следующая серия выходила. Обязательно. Да. Вот такая была реакция. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Спасибо.